Песня 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 Открой истину Твою во всей полноте, дабы вера евангельская обильно вселялась в нас, а не в человеческие предрассудки. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Песня Шестая глава. Евангелие от Матфея. Страница 53. Толкование. Первый том. Блаженную фехилакцию. Смотрите, не творите милостыни ваши пред людьми с тем, чтобы они видели вас. Иначе не будет вам награды от Отца вашего небесного. Толкование. Возведших самые высшие добродетели любви, Господь восстает против славы, которой обыкновенно сопровождаются добрые дела. Если ты творишь дело милосердия и предчеловеками, но не с тем, чтобы на тебя смотрели, не будешь осужден и не потеряешь мзды. Но если делаешь то ищи славе, то потеряешь награду и будешь осужден. Хотя бы делал то и в клете своей. Клете. Бог карает или увенчивает намерение. Все толкование. Люди не понимают совершенно Евангелие. Вот мы дома сфотографировались. На молитве. Как написано. В тайне. Закрой дверь. Мы закрыли и сфотографировались. Показывает, как совершать правильно крестное знамение. Показывает. Так там. Было так. Почему самую молитву-то не показываете? Как поклон сделать ни разу не видел? И нигде-то у Слободского, который за образец берут сегодня закон Божий, нигде ни одной фотографии, ни одного снимка нет. О том, как сделать поклон, как девочка должна быть прикрыта, волосы. Мне не буду ничего говорить. Скажите, а кто знает как? Вот образец иконы. Святые иконы. На Божью Матерь смотрите. С кого образец брать-то? Ну и понимаешь это. Посмотри на наших сестер. Вот они одеты подряд, вот они сидят. Смотри, как одеты. Не пол головы же открыты на молитве. Голова не закрыта. А то шар какой-то сделать, то ленточку на голову. Это обман. Голова закрыта, значит закрыта вся поверхность волосяная должна быть. И вот здесь не для того, чтобы никто не знал, а чтобы у тебя внутри не появлялась слава. Вот я сделал, пятачок на двоих подал, а теперь напишите там табличку на храм Христа Спасителя, кто делал там Павла, Дали Пасха, то есть самые главные грабители России, которые перегнали всю страну в Израиль, в Америку. И их имена на храме Христа Спасителя. Почему? Да ему ровным счетом это ничего не стоило, полмиллиарда отстегнуть. Совершенно. Потому что он наградил сегодня только 300-400 миллиардов. Вот электроэнергия сегодня приращения идет на киловатт. А людей-то сколько? Ну какие-то. И все едят, все греют себе. 140 миллионов. По рублю. По рублю в день. Учевается уже 140 миллионов. В один день. Вот там работников скинул, остальное-то при нем. Ну ты внутрь вопроса пройди. Тогда славили за это. Славили. На углах улиц, он стоит молится, и его славят. А сегодня начни на углах улиц молиться около храма, что тебе будет? И вот милостыню советская власть постановила. Церковь не имеет права заниматься благотворительной деятельностью. Закон не имеет права подавать милостыню. Они загнали нас как раз в тайное. А как, он говорит, советская власть мешала я за границей, когда был, я говорю, ну никак, а как? Ну для спасения надо пост и молитва, главное, милостыню, вот три. Пост. Советская власть мне ни разу не запретила поститься. Я в тюрьме сижу и пощусь, и мне никто ничего не сказал. Постись. Лишнее это килограмм, в центре раз, бросьте с себя. И вот 99% болезни уже сразу уйдет. Все. Сколько об этом пишут? Молиться. Мне ни разу не запрещали ни в Термении, где молиться, молиться. Я с алганьями молился. И ночью. О милостыне. Все раздал, ничего нету. Поэтому к советской власти у меня претензий никаких. Совершенно по этим трем пунктам. И здесь говорит о милостыне. А почему только о милостыне? Почему за этим вопросом не задеть и другое? Семье милостыне творит кто? Муж. А жена. Со своих доходов. А какие у нее доходы-то? Она с пеленками, да, ребенка вынасывает во чреве. Какой из них работник-то? А то, что подал муж, это и жена. Почему к ним обращаются? Где обращение к мужу, это означает к жене. Сегодня как будто Библию не читали. Я насчитал, что, кажется, 11 раз говорится братья в Библии и ни разу братья и сестры. Чего больше-то говорит? Четыре столетия у Григория Чернотворца и у Анны Златоуста 12 томов. По 900 по 6 странистам. Ни разу у меня нет обращения братья и сестры. Чего? Восемьдесят столетия надо, чтобы прошло. А почему? Потому, что жена-то учится в безмолвии. И учить жене не позволяют. И с храма этих занятий дорога не спрашивают. А пусть, говорит, дома спрашивают у мужей. Дома. Ты вот приучи к этому. Не получится. Почему? Слишком далеко зашли. А чем она хуже тебя? Да она умнее тебя. Да она умнее тебя. Это и правда. Действительно, она умнее. В других вопросах-то она в тястрея вещах. Здесь прямое повеление. На днях, как я получила известие, англиканская церковь впервые поставила женщину епископом. А до этого священницы. Священницы. Ну а какой? А где запрет? Что здесь? Священниками женщины могут. Нет запрета прямого. Нету. Но есть только одно указано. 12 апостолов, ни одной женщины. 70 апостолов, ни одной женщины. Что тебе доказывают? Ты на жизнь смотри. А кто у вас епископ? Кого поминает митрополит Сергий? Илариона. Вот и епископ. Он нигде его не поминает. Ни в одном храме. В 200 с лишним храмах он нигде не поминает. У нас поминает. Почему? И он сейчас... Там, в гепархии у них свой сайт. И они на сайте пишут. Он посетил приход русской православной церкви за границей в Потеряевке. Мы к Павдарофии никак не относимся. И он тогда за это не зазирает. Он нас выделяет. Прекрасное отношение. В любом вопросе доходите до дна. А жена... А здесь жена как раз есть милостыня. А как она может подавать тогда милостыню? Она тоже может. Главное милостыня. Самое главное. Чтоб муж был доволен. Училась безмолвия. Детей научила любить Бога. Послушали родителям. Никогда не обсуждала мужа при детях. Вот великая милостыня. Она подарит не одна. Как мусульманская женщина. У нее закон. Подарить Аллаху пять сыновей. Вот и дари их. К двум еще трех добавь. А что сверх того, то во славу Божию. Ты смотри, маленько, да на это. А сколько Ева жила? А там 950, допустим. А Ева? Не одного слова. Может в один день, как Феврония и Петр выбрали? Не думаю. А почему? Генетически в ней заложено было. У жены она такая странно заплакала, смочилась. А вот этот стресс-то как раз разрушает сердце. А мужчина замкнулся, сам себе ходит. Что-то... Жена видит что-то не то. Спит отдельно на кухне. Он уже и не мужик. Он выхолощенный, выжимый весь. И умирает на сколько лет раньше? Чуть не 20 лет. Поэтому береги его. Нигде не воспрекосло. А ты можешь быть другой, как Ева? Нет. Ты нашептывать будешь. Да углами везде искать, с кем побеседовать. А кто главный собеседник? Змей. У меня всех было. Зверей. Но она Ева. Ева осталась. Она не может быть другой. Она только родилась, ты ей нашептывает. Ты Ева. Ты должна быть послушанием. Мужа. Ты не равна ему. Вдолбей это все с пеленок. И чтобы в грудь все было закрыто. Для нас образец Божья Матерь. Я уж не говорю, что мусульманам 2 миллиарда. Они сумели это взять в свои руки? Почему? Каждый день этим делом надо заниматься. Иначе она выпряжется. Она выпряжется. Она по-своему будет делать. А она желает милосты не делать. Ну может позволить дать ей там рубль. Где она подаст, найдет кому нуждается. Я знаю таких, которые детей приучают. Рядом живущие там через дом, через 10 домов. Варят отдельные дни. Сегодня можно рыбу, пирог спекла. Там бабушка. Наша мама так нас учила. А та бабушка жила вот где Рыжковский пруд. Прямо рядом. И я туда бегал маленький. А на эту сторону деревни дальше школы. Я до школы не знал даже где школа. Толком-то. По голосу нашел где ребятишки. А бабушку знал. На любой праздник мама что-то спечет. Сыночень, бегай бабушке, а не отнеси. Вот где твоя милостыня заложена. Через руки детей. Ты один раз разбери самую биографию происхождения. И прекратите это ровняться. Не делайте мужчин подкаблучниками. Ничего позорнее нету. Он боится одно слово сказать. Я рассказывал вам как... Ну это рассказ. Один мужчина все-таки решил узнать. Если мужчина настоящий мужчина. Настоящий мужчина, а он с бородой. Обязательно с бородой. Настоящий мужчина. И он обязательно руководитель в доме. Зашел. Баба вышел в бок. И вам кого? Духой Ф. Да нет я... А что вы ходите здесь под баром? Он понял. Спрашивать не надо. Она на все Ф. В другом месте. А что вы хотели? Ласковая. Да я вот... Решил тут подарить осла тем, где... Кто хозяин? Как кто хозяин? Я хозяйка. Да нет, извините, пожалуйста. И только в одном месте мужик вышел. Разговаривает. А мужчина его видно. Он выше ростом. Сильнее, могутнее. Ума на 25% в среднем. У мужчины больше. И сведователи показали где-то. И волос у него мужской. Если бывает человек с тоненьким голосом, говорит мужчина с женским голосом. То есть у него все эти... Меньше. Маленький колокольчик как... Ти-ти-ти. А большой колокольчик как... Бум. И на 100 километров слыхать. Это мужчина. Я хотел узнать, кто у вас здесь в семье старше. Ну и я. А... И что? Да я вот решил, если я найду мужчину, кто старше, подарить осла. У меня два осла. Черный и белый. Вам какого? Так, минутку. Я пойду, сейчас жену. Он говорит, извините, пожалуйста, я уехал. Никого не нашел. Это из южных рассказов. Они строго это блюдут. Соблюдают. Вот мы из одной милостыни сколько выбираем? Милостыня. А милостыня что? Милостыня это третья десятина. Третья. А откуда это известно? Тавид 1 глава 8 стих. Возьмите, да прочитайте. Запишите. Одна десятина намерка посвящена Богу. Тебя уже не спрашивают, сколько ты, рубль, два. Это твоя десятина. Заработал. Заработал. Где ты заработал? В шахте был, не в добывал. Заработал. Десятина не твоя. Бог приложил, она тебе изначально не принадлежит. Ты это понял? Суббота, то есть воскресенье, нам не принадлежит. Оно Божье. Посвяти его Божьим делам. Хорошо, что ты это понял. Тебя нет сегодня на работе. Дождик вовремя, дыша успокоилась. Как слеза пролилась на душу. Все. И радостно слышать. Не за пятнами нашу деревню нарушением четвертой заповеди. Суббота, то есть воскресенье, не работайте. А кто тут работает? Женщина подбивает очень часто. Ну я видел это. Кого-то я хотел еще увидеть. Вроде кто-то был, одного меньше стало тут. Был человек, кто-то нет. Тот самый человек, который нарушает почти все время воскресенья. Удивительные вещи Бог говорит, чем с простой милостыней. Приобретаются друзья. И ты получаешь благодарность. Даже не хотел бы ты ее получишь. Люди это понимают. Когда считаешь о миссионерах, во всех была исключительная преданность милостыню. Они заботились об этом. Вот один из переводчиков Библии на русский язык был архимандрит Макарий Глухарев на Алтай. Алтайский. Ой, ротом, там, благословим, алтайскому народу проповедовал. 470 человек из них крестил. Может, 475 там. И что он делал? Он приходил, помогал, отдавал время, лечил. И когда ничего не надо было здорово, а он видел, в комнате там мусора, как у Лыкова. По комнате идешь, как у батюшки в сарае. Вот так, как на пружинах. Там тяжелый слой. Солома и всего лишь. У них в комнате так было. Семечки там, все это. И он брал веник и вылетал. Архимандрит из Москвы. Человек с громадной ученостью. Он ни на что не смотрел. Из сердца язычников склонялись к ним. Тут услышал это дело. Все, сегодняшний день. Жена, если я посоветуюсь с тобой, это не означает, будет по-твоему. Ты согласись с этим. Решение принимаю я. Мы, батюшки, даем рекомендацию, кого крестить. Но решение принимает он самостоятельно. Вторая часть, десятина. Ты можешь ее давать, можешь не давать. Она идет на храм и на все, что принадлежит храму. При храме. И третье, это строительство. Все, что к храму относится. И третье, это нуждающимся подать милостыню. А на суде Божьем что будет спрашиваться? Все будет явлено. Ничто там не пропадает. Первая, от нее даже спрашивать не надо. Иначе ты вора, вор не войдет в Царство Небесное. Кто не платит милостыню, каюки ему уже здесь. Десятину. У нас знакомые были, уехали в Грецию. Ну и там, как подошли к священнику, подавать десятину. Ну, жена подает, а он, а что это такое? А что это с десятиной? Он даже не знает. Не знает. А почему ему не выгодно брать? Какая из бабки десятина-то? Но если десятина, то торговля исчезла. Главный-то доход от неверующих через торговлю. Освещение, машин. Подряд всех ладошкой стукнул, хватит деньги, 500 рублей. Все, это очень легко. Я занятый, сколько раз могу хлопнуть? А тут целый день молочишь и ничего нет. Самая выгодная должна сегодня пойти на приход. Вот мне один пишет. Я молод, ребятишки, если я подхожу для Потеряевки. Но я священник. Я сейчас напишу. Я нигде не хочу больше жить, как Потеряевки. Я в Севастин-интернет проверил. Нигде такой деревни нет. Я хочу в деревню Потеряевку, но... Если я напишу сейчас, могу ли я быть у вас священником? Но у нас есть на 300 человек одного достаточно. А в соседней деревне? А вот тут вопрос. Начинай, живи по Потеряевке, а туда езжи благодетствуй, организуй общину, построи храм, и туда будешь наезжать и делать на урывку, в Корчино, пожалуйста. Пока ответа никакого нет. Батюшка наш приехал. И что, приход ему какой? Нет. Он курочек привез. И петушка Бентамского. Потом корова первая прихожанка была. Мали назвать. Потом Мерина купили. Изумрут. А сам продолжает говорить. Приезжает крестить, никого не крестит. Кто на крещение приехал, крестит. И вот сидят люди, новые люди. Вот так делается. А не так. Приход. Я вам хочу служить. Так и говорят. Служить. Приход. И он будет служить. А кому служить-то? Служить Богу это пост, молитва, милостыни и непрерывная проповедь. Учи день и ночь. Непрестанно. Непрестанно. Да не отходит эта книга о дунстве и день и ночь. Иначе ничего не получится. Это мы все из милостыни выходим. Вот эти книги, которые я издавал, это все милостыни. Дорогу, которую я строю, это из милостыни. Из милостыни. Которые мне подают люди. Пруды, которые делом не можем окончить. Материал-то нет, так и не смеялись. На милостыни. Вот поехали. Сколько? Дня три назад Алексей ездил, да? Мамонтово. Поехали все. Вернулись ни с чем. Директора нету. Созбалили все директор в Барнауле. А который... Град... Щепень подошли. Там с мусором. Я его взял дома. Промыл. Ровно 50% по отошел в откуда. С водой вылилось. Меня не будут. Щепень только на колотый белый камень. И ничего того же не было. Только отдельный камень. Как раздробленный. Только такой завозить. И вот это, как я сказал, песок. Это сразу 160 тысяч. Так это не все. Сразу из песок накинул. 260 получилось. 260. Ясно дело, что это милостынь чья-то. Милостыня это и путь. Это Евангелие. Это пропитание. Это дома. Все. Есть еще люди, которые кладут последнее полушку свою. Все пропитание свое. Вот эти входят уже туда. Давай. Вопрос. А вот тут в клетях своих. Это как понять? Как? Хотя бы делал, то и в клетях своей. В душе смысле или в доме. В доме. Ну-ка еще раз посчитай. Но если делаешь что из тщеславия, то потеряешь награду и будешь осужден. Ну, хотя бы делал, то и в клетях своей. Ну, в клетях своей. То есть заперся, тебя никто не видит. А потом, чтобы тебя как-то узнали, что ты молился там или подавал милостыню. То есть для того, чтобы в депутаты пролезть, где-то еще что-то. Они все это опишируют. Где чего? В клете. Это старинное русское слово. Клей – твой дом. Твое пространство жизненное. Лего с раун. Пошли. За это жизненное пространство немцы в воде начинают. А у нас тут, смотри, сколько его. Сколько ты этой одной техникой занимаешь, так тебе бы не рассчитаться в городе. Квадратный метр стоит. Пошел. Второй стих. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою, толкование. Говорить так не потому, будто лицемеры носили при себе трубы, но чтобы более порочить их намерения, так как они желали, чтобы об их милостыне трубили. Лицемеры суть те, которые в сердце своем не то, чем показываются. Так они кажутся милостивыми, но на самом деле не таковы. Они показываются милостивыми, чтобы видели и другие. Их хвалят, и посему они всем самым получили всю свою награду от людей. Все толковато. Награда от людей, это все земное, продвижение у него получилось. Это в фильме иногда показывают, как они это делают, депутаты. Особенно, когда в депутаты идут. Тут они... Я в детском садике там трубу поправил. А вот там-то там 2 квадратных метра заасфальтировал. Все покажут. То есть, лучше меня вам не избрать никого. Вы знаете, что на этой неделе прошедшей, Россия ввязалась фактически в войну. В России. Послали самолеты в Сирию. Советские, то есть русские самолеты сейчас бомбят там... ИГ, как они называют, исламское государство. Путин об этом говорил. Он пришлось выступить ему. Вот такое дело. А в Америке свои дела. Агайо, штат. Идет урок. Большие школы. Гимназии. Я, если не ошибаюсь, это около 18 тысяч человек. И вдруг преподает профессор. Из окна выстрелы прямо в профессора. И кто может ничего не понять, еще в это время в дверях появляется человек. 26 лет ему. С собой оружие, два пистолета, автомат. И сразу с юняком мальчиком. Ты в кого веришь? Я во Христа. Выстрел в голову падает. Второго. Ты во что веришь? В кого веришь? Во Христа. Выстрел. Ни один не отрекся. Не было времени позвонить родителям. Ничего, ни минуты нет. Все время детей готовьте к смерти. Пятый бед, девятый, десятый падает. Насмерть. И сколько было ранено. А зачем? А я хотел прославиться, чтобы обо мне говорили. Больше ничего нет. Это вот только на неделе. Совсем рядом. Штат Агайо. Дает там толкование разнополицейские. Наш штат, как и все, преступления. Но такого не слышали. В шоке все. И тут же выступает президент Барак Обама. И говорят. В голосе его голос сколько раздражения сейчас он говорил. Что надо оружие как-то изъять у людей. Ну как это? Это разговор один. Скорь какая. Его там никто не тронет. Защищает вертолеты, атомные бомбы. Но придет момент, и все это выявится. Сколько скорби, печали, плащащие родители, ролик поставили. Но уже после. Сам расстрел нигде не зафиксировал. А мы сидим в тишине. Тебе нужно много. Агайо такое. У тебя в школе никто не стреляет. Ты к окошку подошла. Все. Рядом муж проехал. Благодарю Господу. Поехал на свою работу. Никто никого не вылавливает. Вот как люди живут. А это русские самолеты сейчас там показывают, как они разбегаются. Ночные полеты. Узнали, где штаб у них. В горах находятся и ракеты. Ракеты бомбят. И взрывы. Все прям показывают. Все заснято. Точечный угол. Смотри. Даром это никак не проходит. Это взрывы. Новые метро будут и везде. А что нужно было? Откуда мне знать? Есть политики. Я только знаю одно, что волк рождает волка. И гнилка не родит. Но они не понимают. Надо маленько подальше смотреть. Само происхождение мусульмансов. Шагнуть туда за 1600 лет. Молчали. 1300 лет. Молчали. Монастыри нужны были. Вот теперь глотайте все это. Вот теперь они пришли. Теперь своя книга вместо Библии Коран, где говорится уничтожать. Уничтожать. Христиане это не христиане. Это язычники. Тут опровергать не приходится. Так что из каждого пуста будет снайперская винтовка. Это вот эта неделя только принесла такие нам новости. А мне звонят и говорят, вот Советский Союз еще восстановится. Снова начинаем вымешиваться везде. Это сила. Мускулы наращивают. Еще не видят. Америка, другие. Там они бомбят. А вы зачем? А в воздухе встретимся. Они встречаются. Это наш коридор. Эти жертву мы избрали. А там мирное население гибнет. Неправда. Показывают. Мертвых много лежит, допустим. Я видел картину Кукрыликса. И говорят, от мирного населения жалоб не поступало. Минерал сидит. То есть они все лежат убитые. Жалоб не поступало. А мы это разбираем. Табило, сын. Это гуманитарку такую привезли. Ракеты новейшие. Их надо где-то в деле испытать. Армия для того, чтобы воевать. Вот. Они пришли к этому. И вовсе Совет Федерации Путину дал разрешение как верховному главнокомандующему применить силы. Иначе это расползается по всему миру. Исламское государство. Это террор. Это снова. Ну вот. Объяснение дали. Меня уже спрашивают. А какое нужно было принимать решение? Я не политик. Я знаю только. Насилие порождает насилие. Это за пределами государства. А сад там кто у них попросил. Туда самолеты перегнали. Советские корабли идут туда с горючим. Заправляют их там. Делают полеты. И все остальное там уже. Он недавно был и лично обратился к Путину. Помочь. Мы сами не можем справиться. А почему на той стороне вся молодежь-то? Почему? Они хотят, чтобы чистый ислам был. Как написано в священной книге Коран. Они хотят все так сделать. А это означает смерть всему миру. Кроме нас никому не зажить на земле. Я черту подвожу. Вот как. На христианам что? Согласиться умереть? Сам решай. Вот эти юноши. Вагая. А они умерли. Они никогда не вернутся. Показывают закрытые простынями плащащие родители. Ни одной минуты не было данным на размышление. И он только кричал. В Иисуса Христа веришь. Через секунду ты будешь видеть его там на небе. Выстрел. Следующий. Отправляю к Иисусу следующего. И может быть это действительно так. Пошли. Третья и четвертая стихи. У тебя же, когда творишь милостыню. Пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Чтобы милостыня твоя была в тайне. И Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. Харкование. Не с преувеличением сказал так. Если можно, скрой и от себя самого. Или так. Левая рука принимается за тщеславие, а правая за милостыню. Итак, милостыня пусть подается без тщеславия. Дабы тщеславие не украла твоей милостыни. Когда воздаст. Тогда, когда окажутся все, нага и объявлено. Тогда на Ифачи и прославишься ты пред всеми небесными силами и святыми. Даниила 7.10. Огненная река выходила и проходила пред ним. Тысячи тысяч служили ему. И тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели и раскрылись в книге. Какие вопросы? Сегодня слышали, читали. Тот брат Виктор. Слово Иоанна Блатовоста. Как ужасно все. Он верил в вечное мучение бесконечно. Иоанн Блатово. Страх Божий есть. Остальные вопросы, они просто не возникнут. Никак. Дальше. Пятый стих. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят синагога и на углах улиц. Останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми, истинно говоря вам, что они уже получают награду своего толкования. И стих называют лицемерами, потому что они только кажутся внимательными к Богу. А на самом деле внимательны к людям, от которых и получают мзду свою. Все толковали. Молитва это не слова только. Иногда просто ты помыслил. Мысленно. Вот у меня неоднократно это было. У меня большие ресурсы. В интернете. Это сайт. Форум. Мой мир. Ютуб. И там очень большой ВКонтакте ведет Юлия. Не мою. Захожу, там отзыва нет никакого. Два дня, три дня. Такие материалы. Прям огонь. Отзывов нет. Просто нет. Выставлены книги все. Хоть какие-то комментарии бы. Нет. Ну и надо только благодарить. Я благодарю. Благодарю Бога. Значит, я этого и хотел. Чтобы люди приходили, садились за стол, не спорили. А у самого мысля. Ну все-таки мне интересно, чтобы какие-то люди комментарии дали. Вот когда только подумал. Есть такая поговорка. Говорит, как черт из табакерки. Сразу два выскочили таких. СД. Один из России, другой из Америки. Полное безумие. Что угодно. Игнатий там. Это от сатаны. Это полоумный. Это идиот. Это лжепроповедник. Просто вау. Валя тут уже две недели они. Два. Я говорю, как два чертика из табакерки. Выскочили оба. И он говорит, вот надо соблюдать каноны. Да кто их соблюдал? Иначе в церкви никого не будет. Православные называются. Один из баптистов пришел. Я их называю по фамилии. Первоначальный бух СД. Сатана, дьявол. Но я-то. Это я их вымолил у Бога, чтобы они из табакерки выскочили. И теперь мне нужно себя на то настроить. Они там поносят, что только могут собирают. Понимаете, что человек остается человеком, совершенно бесчерственным. Я не могу. А они меня ставят на колени. Я молюсь, Господи. Вот ты допустил это. Их обуял дьявол. Ну прости им. Они не знают, что творят. Силой князя Бесовского делает это. Игнатий. И проще. Вильзевула. Прямо цитирует все это. Я должен Бога благодарить. И только говорю, Господи, прости меня. Я вслух эти слова не говорю. Но Бог-то знает мысли, не слова. И губы даже, бывает, не шевелились. Или шевелились. Как у Анны, когда сына Самуила выпрашивал. А он говорит, иди проспись. Пьяная Анна. А бывает, и губами не шевелились. Вспомните начало книги Неремия. Я был виночерпи у царя. И подавал вино. То есть это очень доверенно. Вот книга Неремия показывает. Ему дают выпить. Он говорит, а если отравлено, я умру. Ты умереть можешь. Но не царь. Дегустатор был какой. Яд. Было или не было. Хотели через это самое отравить. И вот, когда на это смотришь. Что же эти люди делают? Мне отвечать им никак нельзя. То есть на этот уровень нельзя не сходить. Я попробовал что-то сказать. Думаю, я скажу строго по-другому. Ох, как они вокруг моей колокольни забегали, завизжали, запищали. Там целый легион где-то. И Господи, благодарю Тебя. Ты слышишь тайную молитву. И Неремия стоял перед царем, подавал вино. И казалось, я не был печален. Но царь взглянул и говорит, а почему у тебя лицо печальное? Ты болен? Нет. Это означает, у тебя глаза что-то бегают, как у Сталина. Все, сгинул в гулаге. Немедленно будешь арестован. Я, говорит, сильно испугался. Я помолился Богу и сказал. Дальше начинается прямая речь Египет. Читали? И дальше он как, ни губами не шевелил. Ну как, вокруг министра стоял, он бы по-еврейски стоял, кащался головой. Конечно нет. Я помолился. То есть, ночные, дневные молитвы, милостыни, мгновенно на память перед Богом. И я только сказал. Помолился. Господи, помоги. Иегова, простри помощь. Пособи, погибаю. Как-нибудь печально. Город отцов моих в развалинах. Храм разрушен. Народ в плену. И чего же ты хочешь? И дальше прочитайте, что было. Что значит молитва? Я вот только так подумал. Ну захожу, никого, никаких отзывов нету. Такие темы затрагиваю, силы вкладываю. Никого нигде нету. Я опять посмотрел, закрыл, никого нет. Значит, никому не интересно. А они где-то были. И видимо, где-то все-таки я это произнес при людях. Какой-то народ мне интересный. Никто даже никак не выставил. Я не мог у Бога просить. Господи, дай хорошие отзывы. Или как-то. Мне не надо хорошее. Мне нужно правильное. Ну и вот эти люди делают. Почему у него участь такая входида? Он не избран, не рожденный. Он переполнен злобою. И одно и то же повторяет. То есть ругательные, ругательные слова на меня. А мне говорят, а я хозяин этого ресурса. Я могу сейчас только два раза щетнуть. И он никогда больше не будет здесь. Я вот замажу намертво. Я не могу этого делать. Я оставляю, чтобы потом показать. А они оба считают, что они патриархии. Или в русской там где-то церкви. За границей это. Вот теперь эти слова придут к ним на память. Пускай они говорят. Как Давида семей сын Геры поносил. А местный говорит, Господь, дай мне, я его голос несу. Оставь. Быть может, Господь услышит его. Злословие мое смирение. И простит мне что-то. Это злословие лекарство мое. Как отец Кирилл Сахар говорит, меня зацеловали. А вот теперь поднялись против. А висит, вот как она поднимает это слева, справа. А та рука, теперь выравнивают, туда накладывают. Ну, сколько обматерили, столько и сказали. Хороший человек. Один говорит, проклятый. А другой говорит, благословенный. Это выравнивает как-то. У меня именно вот такое состояние. Просьба помолиться об них. Я не называю никого. Они там теперь вылезли со своими фамилиями и прочее. Один. Фамилии не называть, много сказать. Ликтор и Сергей. Просто помолитесь. Имущность такая выпала. Быть злословищем. Два лжесвидетеля выспешили на новом эфире. Им надо мой виноградник захватить. Едва лжесвидетеля вышли и начали лжесвидетельствовать. А мы слышали, как похудел Бога. Игнатий против православия, против патриарха. Вы знаете, патриарха как называл? Да нашего первосвятителя он поносил. Это доказывает, там копается. А берут-то с моих книг. Я не поносил. Я говорил то, что есть. Заботьтесь о нем. А это люди лизоблюды. А они любой власти будут служить, хвостом вилять. Я это понимаю. Я сравниваю все и думаю, это моя участь была. А чьи-то молитвы мне не позволили быть этим. Я все сбросил. Неуязвимый совершенно полная свобода. А они не свободны. Один из них говорит, ну что, архиелей, я сейчас скажу. У меня ребятишки больные. Зима. У меня выбросит из дома сразу. Дом-то церковный. Хороший же у тебя архиелей. Его очень сильно хвалил Миша Пас. Ростислав. Вот так. Что нужно сделать? Помолиться. Чтобы Господь устроил... Я уже ничего не прошу Господи. Никаких отзывов не надо. Потому что люди догибнут. Они ничего не понимают. А меня брать легче всего книги. Три с половиной тысячи файлов. Да любой может. Ты можешь меня взять. Ты можешь меня взять. Тебя сколько раз трепало? И за собак, и за все было. Но тут же я и выступил в твою сторону. Не забывай. Ты на меня вполне можешь обижаться. Вчера мне пишет одна. Так, между нами, по секрету. Ой, какой я ролик нашла. Ой, ой, ой. Это не выскажешь. Как вы едете на благовестие, и ваш молодой человек, по скайпу или нет, не благовестие, по скайпу познакомился с девушкой. Красавицей такой. Из Германии привезли. Недавно свадьбу сыграли. Вот моему сыну найти тоже. Может быть, у вас там есть не место. А то у него первый там был брак-то неудачный. Она, женщина такая хитрая. Сама его на нем, моего сына на себе женила. А потом вот так. Я сразу пришел. Во-первых, по скайпу у нас запрещено познакомиться. Мы лично познакомились. Ну и дальше там все. Не точности. Не Германия, а Франция. Там русская. Ну, читать можно русская, белорусская и прочее. Видишь, вы уже примером. Лебеди, не превратитесь в ночных слов. Пошли дальше. Да, Тихонич. Немножко можно сказать? А я не знаю. Ну вот здесь вы говорили об исламе. В семинарии у нас за пять дней было 14 предметов. Ну, дисциплин, точнее так. И вот одна из дисциплин – это история древней христианской церкви. И преподаватель не просто историю преподавал, а он соотносил с современным временем. В общем-то, так и надо, я считаю. Но еще к тому же, ну, речь там шла о падении из Антии, как это все происходило, какие интриги были. И как надвигался ислам. И вот как раз вы говорили об исламе. Сейчас он говорит, передает беженцы. Вы все слышите это, да? И никакие, говорят, это не беженцы. Это исламисты. Ну, кто-то их называет террористы. Или просто те, которые готовы в тех странах Западной Европы, ну, и вообще там в других странах Европы, сделать переворот или экспансию просто мусульман. Может даже не переворот, а мирным способом прийти к власти. И потом, это, ну, его слова. Я не соглашаюсь, может, и вы не соглашаете. Потом двинуться на Россию. То есть, это замысел, ну, США, там, и вообще англосаксонской цивилизации. Ну, а к чему это все говорю? Ислам действительно там надвигается. Вот Иоанна, она там жила во Франции. Там в Париже мы там были. Каждый четвертый примерно видели, сколько там негр. То есть, даже они мирным путем будут прийти. А почему так? Вот он не ставил такой вопрос. Почему так? Даниил Сусор говорит, для Византии, для нас православных, это был как бич Божий. А это не если бич Божий, если они беженцу туда рвутся. И потом на Россию двинутся. Второй преподаватель, женщина, преподаватель церковно-славянского и греческого языка. Она тоже говорит теперь о Афганистане, что оттуда может ислам. И очень нам, говорит, плохо придется. Сколько там таджиков, они же тоже исламисты и так далее. И говорит, Казахстан их не удержит. Ну и дальше молчает, молчит, молчит. Ну понятно, что может быть. Ну а там все эти разговоры велись. Там один такой семинарист, крупный такой. Говорит, ну хорошо, нам умереть за Христа предоставится возможность. Но, понимаете, это еще надо растолковать, что значит эти слова. Они-то собираются с калашниками в руках воевать за Христа. Не с Библией в руках, исламу проповедовать слово Божие, а с оружием за Христа. Я вот так беседую, один там знакомый тоже. Ну будешь защищать? Конечно, прадеды, деды воевали, все. Но говорю, как Господь и апостолы призывали? Где ты видишь у апостола Павла, чтобы освобождать израиль, шашки на головах, все. Ну нету этого. Нет, это все люди придумали. Нету этого. Нам умирать за Христа. С Библией в руках. И вести им проповедь о Христе. То есть вот сейчас преподаватели очень много об этом говорят. То есть тревожная такая ситуация. Ну, к чему я это говорю? В дополнение, чтобы помолились об этом. Чтобы в этих странах-то были проповедники, Слово Божие. Там есть такие герои веры, христиане. Мы знаем по роликам. Копские христиане умерли за Христа. Не с оружием в руках. И я привожу пример этому семинаристу. Что Андрей Стротилат. Он увел целый, можно сказать, там полк. И когда их в ущелье догнали, он, братья, преклоним колени. Не возьмем автоматы и оружие будем защищать. Преклоним. Их посекли как траву. Вот они, мученики за Христа. А у нас опять же та же самая идея. Да не только в этой семинарии. Тут читаешь интернет. Везде это. То есть церковь об этом говорит. Защищать надо. И вот наши бомбардировщики бомбят Сирию. Это правильно. Чтобы врага победить, надо на его территорию долбить. Так цари поступали наши. Что из этого вышло? Рухнула империя. Вот так вот. Поэтому вот некая, ну лично у меня тревога, конечно, что вот такая вот, такое неправильное понимание. Что вот Библия говорит, сквозь призму Библии, как Господь говорит, этого нет. Это же вещь Божия надвигается, ислам. Почему он не может надвигаться? Он сам же преподаватель говорит. В Германии там, в алиологии, кто детей своих не пускает, наштрафует. Это в лучшем случае. Мы знаем, Козлову, кажется, сидели там, но они там не за это наказали. А кто детей не отдает на эти занятия, вплоть до того, что штраф или посадить могут. И вот детей воспитывают в таком духе, и вопросы там, экзамены принимают, в безопасном сексе и прочее. С таких лет уже. Минутку. Как ислам не будет это? Они прямо говорят, мы всех этих садомитов, всех будем резать, всех выжигать будем. Как это? Это же бич Божий надвигается. Это же явно понятно. Так теперь по отношению к России, как это может быть? Ну, вот так вот, дополнение такое. Я хотел спросить, какие данные, сколько семей лишились детей от фиминальной инвестиции во Франции? Я считал, так ли это, что у них это с 70-х годов 2 миллиона. Да. 2 миллиона. Ну, в эти 2 миллиона входит ли хотя бы одна семья мусульман? Не знаю, надо проверить. А они-то там, если появилась инвестиция, в каждой семье нарушают, в каждой. А тут тронуть нельзя. Почему? Если вы, женщина, идете, паспорт получаете, только в платках получаете. Теперь официально разрешено. Паспорт, фотографируйте на паспорт где-то. Так, у нас сегодня короче будут занятия. На этом мы сейчас закончим. И попросим брата Игоря. Игорь Негода. Игорь Негода.